Ёлка Добра теперь украшает холмы Тищинского офиса МФЦ. Наряду с обычными игрушками на её ветках размещены маленькие открыточки, в которых написаны имя и возраст ребёнка, и его желание на Новый год. Сделать подарки таким образом мытищинцы могут воспитанникам Ратисловской специальной школы-интерната, Мытищинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних преображения, а также маленьким пациентам отделения гемодиализа в МГКБ. Ёлка была организована 1-9 числа, буквально в течение одного дня были разобраны подарки, открытки. Вчера была запущена вторая акция «Ёлка». Большинство открыток разбирают наши операторы, спасибо им за это огромное. Мы призываем всех жителей города Мытища участвовать в нашей акции, потому что дети очень сильно ждут подарков. Среди Дедов Морозов очень много сотрудников МФЦ, и некоторые из них не ограничиваются, исполнив желание одного ребенка. Так, например, Василина Сергеева подарила праздник 15 ребятам. Очень захотелось помочь детям, захотелось побольше охватить. В группу детей я обратилась к своим друзьям, в том числе есть друзья из администрации города Мытища. Огромное спасибо за то, что они откликнулись. Большая часть подарков, надо сказать, была от Дуда. Подарки все замечательные, я думаю, что дети останутся довольны. Во всяком случае, мне звонили, и все рассказывали о том, что выбирали подарки, ну, ровно как для своих детей. Главное – прикрепить к подарку записку, чтобы он попал в нужные руки. Еще можно дополнить свою посылку сладкими угощениями или открыткой с поздравлениями. Приобретенные подарки необходимо привезти в офис МФЦ до 25 декабря. Их с удовольствием примут администраторы. А затем начнется волшебство. Сотрудники МФЦ превратятся в Деда Мороза и Снегурочку и отправятся в гости, чтобы поздравить с Новым годом лично каждого ребенка. Неудивительно, почему мытищинцы так быстро исполнили пожелания детей. Действительно, остаться равнодушными к этой акции невозможно. Поэтому, не знаю, как вы, но этим вечером я буду выбирать подарок Ирине. Ей 9 лет. Анна Мусаликина, Олег Степанов. Информационная программа «День».